Реки и моря исторически играли огромную роль в развитии российской государственности. Часть вот этой отрасли, как речное судоходство, оно все, ну так же и морское судоходство, оно играло большую роль как в поддержании социальной мобильности наших граждан, так и огромную роль в народно-хозяйственном комплексе страны. Считаем, что в наше время, довольно-таки тяжелое сейчас, пришло время вернуться к наработанным схемам использования судоходства в российской экономике, потому что это позволит не только сохранить высокую компетенцию в этой отрасли, которая подразумевает и образование, и сильные рабочие места, высококвалифицированные, и плюс большую прибавочную стоимость. То есть это реальный сектор. Кроме этого, стоит вернуться к тем наработанным проектам, которые уже были в истории России. Например, вот Нобель в свое время, сто лет назад, вытеснил американцев с восточного китайского рынка керосина путем использования именно речных портов по Волге, когда нефтепродукты по Каспийскому морю, по Волге, а потом железнодорожным путем шли в сторону Китая и на восток. И в результате мы захватили этот рынок. Этот самый лучший путь сейчас в непростое время геополитическое, можно вернуться к этому проекту, так как Китай завязан на Иран на данный момент. И доставка иранской нефти, которую основную потребляет Китай, именно через Каспийское море, через речные порты на Волге, а также потом железная дорога, это самый безопасный, по сути дела, самый короткий путь доставки нефтепродуктов в Китай. Кроме этого, это пойдет на развитие наших отношений с Ираном, потому что Иран это является очень огромный рынок для именно российских товаров. Они готовы потреблять наши товары, и мы готовы развивать это сотрудничество. И именно это будет использоваться, именно вот это речное судоходство, морское судоходство, и восстановить, если речные порты, это будет не только, ну так сказать, прибавка к людям, да, будут люди работать, но это очень большой, большой подспорий к бюджету, потому что вот сейчас введение в оборот рек регионального значения, водных путей, внутренних, это позволит, так сказать, региональным бюджетам, используя уже наработанные когда-то схемы, и плюс развивая вот эти порты и всю инфраструктуру портовую, это позволит, ну, заполнить свои бюджеты, что очень важно в настоящее время. Вот, также можно вернуться к наработанным уже проектам, которые существуют здесь, по развитию интермодальных узлов на основе речных портов. То бишь, это контейнерные перевозки, которые существуют, вот, например, на примере Самарского речного порта был такой очень сильный проект, к сожалению, вот сейчас позабытый. Ну, хорошо, что порт остался, и фактически можно снова это возобновить, и при котором будет использована как и железнодорожный транспорт, речное судоходство, там, так сказать, авиации, ну, то есть автотранспорт. И стоит напомнить, что речные перевозки – это самый дешевый, так сказать, вид перевозок. Так что я считаю, это самые вот это. Но, тем не менее, пассажиропоток упал практически в 10 раз? Нет, я вам могу сказать, что в этом году, в последний год, вот, например, Самарский речпорт показал увеличение пассажиропотока на 43%. На 43%. Люди стали заниматься этим вопросом. То есть, миллион. Уже в начале декабря было миллион пассажиров перевезенных. За год? Да, за год. Это фактически позволило людям, которые живут по обе стороны реки, которые были лишены фактически мобильности, это снова, ну, позволило поднять социальную мобильность граждан. Кроме этого, и, конечно, стоит напомнить, что вся инфраструктура речного судоходства – это важный элемент мобилизационного ресурса нашей страны. И важная часть обороноспособности. И особенно в наших непростых условиях, вот как Каспийская флотилия себя показала, да, я считаю, что это тоже важный элемент, и этому стоит придавать внимание. А грузооборот? Грузооборот тоже стал сейчас увеличиваться по той причине, что, например, Роснефть и Лукоил, они поняли, что доставка именно крупногабаритных каких-то грузов, кроме того, доставка сыпучих грузов – это наиболее близкое, так сказать, и наиболее простое по рекам. То есть, ну, по крайней мере, там, вот на участке Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского судоходства, ну, то есть, где идет водохранилище, там, понятно, что это очень хорошо, так сказать, по понятию груза идут. Просто, к сожалению, наши, ну, скажем, те, кто планирует, вот, скажем, ведомство Люкаева, они, наверное, не понимают, что использование речных перевозок, например, да, значительно удешевляет себестоимость товаров по той причине, что, например, те же дороги, по которым сейчас вот проблемы с дорогами, с дальнебойщиками, да, для, так сказать, автомобильных перевозок необходимо миллиардное вложение в инфраструктуру. А тут для речных перевозок и морских перевозок это создано природой, самим природой. Туда не надо ничего вкладываться. Более того, когда очищают судовые пути, инертные материалы, они – это дешевый товар для строительства, для тех же дорог, и поэтому, я хочу сказать, это вот незаслуженно забыто, и фактически это просто увеличивает себестоимость всех товаров и услуг на территории Российской Федерации, то есть то, что мы не используем. А это, если вернемся к наработанному опыту, тысячелетиями наработанный опыт России, все по рекам, развитие шло по рекам. И еще один вопрос. А в каком состоянии сейчас флотилия речная находится? Речная флотилия сейчас, к сожалению, конечно, старая становится. И поэтому, ну, есть в этом положительный момент, какой есть. Осталась компетенция в виде судоремонтных и судостроительных, так сказать, таких предприятий, которые, конечно, дышат наладом, но ничего тяжелого в этом нет. Китай-то делает все это. И поэтому восстановить это очень просто. Есть исследовательские институты, есть рабочие коллективы, которые готовы возобновить проект речных судов, и которые будут строить не вот этих лайнеров, а именно простые вот суда для перевозки. Это, по крайней мере, только будет развивать российскую экономику. Если по вопросу экологии рек, можно вернуться таким образом. Потому что речное судоходство, оно, по сути дела, не влияет как таковой на экологию. Понимаете, на экологию влияют урбанистические элементы основные. Вот я, как постоянный, так сказать, участник бассейновых советов, могу сказать, что основное в экологии, это, конечно, воздействие городов. А речное судоходство, оно, даже более того, наоборот, если будет реальный сектор, то есть начнет работать в речном судоходстве, вот эти отчисления от производства то есть только пойдут на восстановление экологии, и положительный будет такой эффект. Тот флот, который есть, по крайней мере, он для начала, так сказать, ну, для начального этапа пойдет. Конечно, надо восстанавливать. И можно не только восстанавливать. Дело в том, что есть такой элемент, что, например, речные суда на Дунае, на Рейне, они просто простаивают. Там действительно в свое время был подъем, они сейчас стоят. То есть есть вариант вовлечения в оборот тех судов, которые стоят, так сказать, ну, скажем, в отстое, да. И плюс того, что я могу сказать, конечно, к сожалению, надо признать, что Китай понял это все хорошо. Они очень быстро создают эти суда. Но это ничто не мешает нам также это воссоздать, потому что основные КБ, вот, например, в том же Нижнем Новгороде, да, там, в Навашино, они же все сохранились. То есть, если они работают на оборонку, это просто их загрузят проектами на гражданское судоходство, и будет все нормально. А как вы порезаете цен на такие суммы? К сожалению, вот, круизные суда, там, очень большая сумма. Но я могу так примерно сказать, вот, уровень цен. Например, разработанный в Петербурге, да, в Питере, разработанное их там КБ, пассажирское судно на 23 человека, пластиковое, да, канального типа, предлагали нам его за 20 миллионов, за 20 миллионов одно судно. В то же время наши, так сказать, непосредственно производители, которые готовы это сделать с условиями, то есть речными, из титановых сплавов, там, алюминиевых титановых, АМГ, вот, они это уже, это же, такое же судно, только с более лучшими характеристиками, готовы делать за 5 миллионов. То бишь, я хочу сказать, есть хотелки, а есть реальное производство, которое делает, ну, в таких моментах.